Аппаратное освещение губернатора Сергея Морозова начало с обсуждения дел в здравоохранении. Глава области подверг критике работы директора территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования Владимира Смирнова и поручил уволить его. Причиной разбора стал неподготовленный доклад перед депутатами законодательного собрания. Человек, который, получается, не понимает, не знает ни цифр, ни тенденций, возглавляет наиважнейшее направление в нашей деятельности. Зачем вы его держите? Можете мне объяснить? Объясните мне, еще раз, оба и Панченко, объясните мне. Губернатор также раскритиковал стаин Центральной городской клинической больницы и Сурской районной больницы. С 1 января будет упразднена освобожденная должность председателя правительства области. Кабинет министров возглавит лично губернатор. Параллельно будет сокращено и ряд министерств и ведомств. Вот о министерстве Смороды я уже сказал. Значит, в том числе и ряд других. Министерство, ведомство будет также оптимизировано, сокращено. Глава области остался недоволен тем, как выполнять его поручения в муниципальных образованиях. Досталось Димитровграду, где губернатор побывал в минувшую пятницу. При поездке в Димитровград попросил, чтобы мне дали информацию о том, как идет исполнение поручений губернатора по городу Димитровград. Достаточно приличное количество, либо частично, либо вообще не исполнено. Однако руководство города наличие упомянутой проблем отрицает. О том, что поручения не выполняются, в мэрии словно не знают. Примот библиотеки упомянутой губернатором будто не слышали. Было давно достаточно много поручений по объектам социальной сферы, как школы, детские сады, объектам спорта, культуры. Практически все поручения выполнены. Губернатор поручил еженедельно проводить совещание по обсуждению выполнения поручений. Начать решено с Димитровграда на этой неделе. Тогда и будет понятно, кто прав, а кто не прав в этой ситуации. Следующей темой аппаратного совещания стало проведение декады некоммерческих организаций. Губернатору был доложен один проект, касающийся развития кинематографии в регионе. Он называется «Классные показы», направленный на пропаганду детского и младежного кино. То есть это киноальмонах, который состоит из трех блоков. Первый блок, значит, это кривический непосредственно. Второй блок, значит, это художественный, воспитательный характер фильмы. Это показ короткометражных детско-юношеских фильмов. И третий блок, патриотический. Прошло уже шесть подобных показов, которые вызвали большой ажиотаж у зрителей. Причем демонстрация кинематографии проходила не только в Ульянске, но и в районах области. Губернатор поручил оказать всяческую поддержку реализующемуся проекту. Кроме декады НКО, с понедельника стартовала тематическая неделя национального проекта «Экология». Вся неделя будет посвящена федеральным проектам, которые являются составляющими большого национального проекта «Экология». Это сохранение лесов, это сохранение уникальных водных объектов, это оздоровление Волги и чистая вода. И это, конечно же, самый такой важный и серьезный проект, который связан с реализацией реформы чистоты. В программе недели намечено проведение круглых столов, совещаний и посещений учреждений предприятий, где происходит строительство и перевооружение природоохранных объектов. В заключении аппаратного совещания обсудили еще один важный проект. Он связан с внедрением умного освещения на улицах Ульяновска. Реализовывать проект планируют начать уже в этом году. Каждая фонарная опора будет включать в себя специальный модуль, который сделает освещение умным. Наличие данного модуля позволяет контролировать потребление и параметры электроэнергии, что позволяет эффективно распределять параметры электрической сети, прогнозировать и регулировать потребление электроэнергии с помощью накопленной базы данных за прошедшие периоды. И это далеко не все. Умное освещение позволит определить неисправность любого светильника, оснастить фонари видеокамерами и кнопкой экстренного вызова полиции, и даже общегородским Wi-Fi, пока пилотной площадкой для реализации проекта станут 19-18 микрорайоны. В дальнейшем его планируется опробовать на Северном и Среднем Венце и в Новом Городе, а в течение трех лет распространить на весь город. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.